Любовь Явлоева работает заведующей отделением срочного социального обслуживания в Центре Вера. Она – мама четверых детей. Сегодня все они уже совершеннолетние. 11 лет назад, когда начали предоставлять первые земельные участки многодетным, Любовь Ахметовна встала на очередь. За эти годы от администрации поступало несколько предложений. Но Явлоевы отказывались, слишком далеко. Недавно предложили в округе Ступина. Сертификат вручили на празднование Дня Семьи, Любви и Верности. Ступинский район, он ближе к Ленинскому, можно сказать, южный район. И как бы я согласилась. Я думаю, что будет маленький дачный такой домик. На выходные будем выезжать. Еще одна многодетная мама, получившая сертификат на землю в праздничный день – Елена Столярова. У Елены Борисовны трое детей. Две дочери уже перешагнули порог совершеннолетия. Подрастает сын. Семья дружная, творческая. Очень любит отдых на природе, много путешествует. Об участке мечтали давно. Эйфория от того, что мы промерили свои сотки ногами, посмотрели и даже сфотографировались. Ну, планы какие? Первоочередные, наверное, вбить колышки, поставить забор. Там очень красиво. Дорога шикарная. И дорога, когда съезжаешь именно с трассы, там сосновые леса, там река. За период работы программы в округе встали на очередь около 900 семей. Порядка 300 земельных участков в ближайшее время смогут быть предоставлены. Они находятся в городском округе Ступино. Весьма удобная транспортная доступность до них. К сожалению, мы ограничены земельными ресурсами у нас на территории, поэтому вынуждены предоставлять такие участки за границами муниципалитета. Нам помогает правительство Московской области, выделяя из своей собственности земельные участки. Они расположены в разных муниципалитетах. Естественно, мы стараемся подобрать наиболее близкие к нам. Перечень свободных земельных участков и порядок их получения можно уточнить в Управлении земельно-имущественных отношений Администрации Ленинского городского округа по телефону 8-495-541-89-89. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.